Итак, дорогие друзья, всем добрый вечер, с вами Григорий Мирошенченко, город Челябинск, пока еще город Челябинск и группа компаний Skyway. Сегодня мы начинаем наш вторничный вебинар, вторник и пятница, мы проводим, вместе с вами проводим авторские вебинары, на которых мы общаемся на разные темы, но самая тема, основная тема, самая главная тема, это мотивация, и эта мотивация очень важна для того, чтобы вы, мы, мы все, чтобы делали то, что мы должны делать. То, что делает Анатолий Владимирович Юницкий со своей командой, с нашей командой, можно сказать так, они делают все это на тысячу процентов, наша задача делать свою работу на сто процентов, это прежде всего финансирование, финансирование технологии, все остальное, все технические моменты будет делать и делает Анатолий Владимирович Юницкий. Друзья, поставьте, пожалуйста, по нестебальной системе, как меня слышно, видно, то есть проблем никаких нет, все замечательно, я приветствую всех, 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 кто пришел сегодня на наш вебинар. Итак, дорогие друзья, тема сегодняшнего вебинара, вы ее, наверное, уже прочитали, я ее обозначил, эта тема такая, что мы ее, к ней возвращаемся неоднократно и вернемся еще раз. Если вы пришли, это значит, что для вас есть что-то приоритетным, что-то приоритетным, что для вас является приоритетным, это мы, раз вы здесь присутствуете, значит, вы понимаете, что приоритеты определенные есть. Итак, дорогие друзья, по новостям сегодня я особо не буду распространяться, хотя хочется озвучить, сегодня у нас был, скажем так, сбор лидеров группы компаний Skyway, точнее Capital, то есть по Capital, прежде всего я имею в виду, точно так же по всем остальным фондам тоже прошли, уже идут и проходят, знаете, такие подводящие итоги прошедшего месяца, хотя он еще не прошел, впереди еще у нас есть 4 дня, но хотим мы или нет, дорогие друзья, могу всех, всех, всех вас поздравить, то есть мы ставим рекорды в хорошем смысле слова, рекорды по инвестициям и сумму я вам не могу, к сожалению, назвать, но это действительно рекорды, потрясающие рекорды в хорошем смысле слова, и то, о чем говорил Сибиряков Сергей Анатольевич, если у нас есть и будет запас финансов, соответственно, переход на следующий этап может быть более скорым, но я это лично не приветствую, то есть быстрый переход на этапы не приветствую, по одной простой причине, я лично хочу иметь больше пакетов акций, кто с этим согласен, большее количество акций, кто с этим согласен, кто меня поддерживает, поставьте, пожалуйста, однерочки, однерочки поставьте, что да, действительно так есть, если завтра закроют, это не есть хорошо, А если это будет длиться до момента выхода на IPO, чтобы оставалось определенное время и в этот момент было закрытие входа в корневую систему и возможность приобретать еще дополнительно пакеты акций. Для меня это очень важно. Я думаю, что и для вас, для многих то же самое. Точно так же, как аналитика Виктора Тарасова, финансовая аналитика, консервативного человека, очень консервативного. И его аналитика – это идеальный вариант, чтобы это был как минимум осень 2018 года, а лучше еще конец 2018 года и подготовка к выходу на биржу, к публичному размещению наших акций. Вот это было бы классно и здорово. У нас был бы огромный еще шанс приобрести как можно большее количество акций, сделать новые, скажем так, пакеты и, соответственно, выйти уже на IPO с хорошим запасом, хорошим заделом, который в дальнейшем обеспечит, ну не только в дальнейшем, но и сегодня уже обеспечит многим такую, знаете, нормальную финансовую независимость. Независимость так называемая. Я давайте просто сейчас закрою чат, просто, ну, ну, как бы товарищи там заходят неадекватные, поэтому я чат пока закрою, дорогие друзья. Мы с вами, ну, я вижу, что все работает, все нормально, поэтому мы с вами продолжим нашу работу. Сейчас, одну секунду буквально. Чат я убираю. Итак, дорогие друзья, продолжаем наш вебинар и то, о чем сегодня я хотел с вами поговорить, именно пообщаться, завести, может быть, вас в хорошем смысле слова, то, что для нас является для всех приоритетом. Вопрос. И хочется быть действительно кратким, я, может быть, повторю некоторые моменты, но почему есть деньги, но нет капитала? На сегодняшний день я общаюсь очень, и вы точно так же общаетесь с очень многими своими друзьями, партнерами, я не знаю, с сетевиками, с несетевиками. То есть у людей есть деньги, в принципе, есть деньги, но капитала у них нет. То есть тот задел, который позволял бы им как минимум 10 лет жить безбедно, при этом ничем больше не занимаясь. Вот это есть, то есть такой, знаете, основа основ. Далее, знаете, задаем с таким простым вопросом, как купить квартиру за 500 долларов. Помните, да, отдельный тренинг у нас был, как купить квартиру за 500 долларов. То есть, да, действительно, это не просто, скажем так, банальное рассуждение, но в течение 3-5 лет вы можете, влазив сегодня, 500 долларов приобрести пакет акций. У вас есть шанс, я бы сказал так, правильно, грамотно, у вас есть шанс приобрести квартиру за 500 долларов стоимостью в несколько миллионов рублей. Это подтверждено тем, что мы делаем, то, что делает команда Анатолия Довальевича Юницкая. А возможно, будет даже раньше. Почему? Потому что то, о чем говорил Сибирьков Сергей Анатольевич, что подтвердил Игорь Викторович Бабурин, то есть это создание собственное, введение технологии блокчейн и создание собственных токенов, то есть использование токенов позволит нам, обладая инсайдерской информацией, зарабатывать еще, именно зарабатывать еще больше денег, гораздо ближе, в самые ближние строки, я бы сказал так, самые ближние строки. Итак, квартира за 500 долларов, просто подумайте, 500 долларов, посмотрите, отходите наши дисконты, это действительно в момент выхода на IPO позволит вам приобрести квартиру, очень хорошую квартиру в том городе, в котором вы живете. Друзья, я вам покажу, это знаете, такой элемент общения с людьми, я вам покажу, а вы сами примите решение, договорились? И первое, что необходимо осознать, это понятие знаю, не знаю, думаю, что знаю. Помните, да, тренинговый материал, знаю, не знаю, думаю, что знаю. Я коротко вам это повторю и обозначу еще раз. Обозначим свое состояние по схеме. Первое, состояние знаю, то есть знаю, знать или знаю. Вы знаете, в каком городе живете, вы знаете, как ваша фамилия, вы знаете, ваше любимое блюдо, вы знаете еще многое, то, что вы знаете и можете ответить на это очень просто. Да, я это знаю. И вы все это знаете. И это самая главная категория, то, что вы знаете. Вторая категория людей или нашего понимания, или нашего состояния, оно есть у всех. Не знаю. Вы знаете первого космонавта Китая? Если я вам задам вопрос, что ответьте на вопрос да или нет, большинство, 99, 100% практически скажут, что нет, не знаю. И они скажут, что это очень быстро и очень просто. Они скажут нет. Или знаю, но не уверен. Я вот лично тоже не знаю. И мы можем легко признаться, что не знаем. И я тоже это скажу, что я этого не знаю. Но если мы признаем, что этого не знаем, то можем легко узнать это, если нам это надо. Если нам это надо, мы это узнаем. В расстоянии от Земли до Юпитера и так далее, и так далее. Мы чего-то не знаем и думаем, надо мы это знать. Пожалуйста, открыли интернет, посмотрели, и мы это знаем. Что это значит? Это значит, что мы признаем, что мы этого не знаем. И просто мы идем и узнаем, если нам это надо. Это ключевой момент, надо это нам или не надо. К чему я это все говорю? Потому что у большинства людей присутствует такое состояние, это состояние «думаю, что знаю». И у меня лично точно такое же есть состояние. Я уверен, что в жизни вы постоянно встречаетесь с ситуацией, когда вам люди говорят «да ладно, я и так давно знаю про Skyway, и не надо мне об этом рассказывать, я знаю, что это будет через 100 лет», и так далее, и так далее. И большинство людей находятся в таком состоянии, эти люди не способны что-то узнать. Они даже информацию не принимают. Они просто не слушают, типа «мне это не надо, я это и так знаю». Вот это состояние «думаю, что знаю». И когда вы начинаете чем-то делиться, какой-то информацией, он говорит «спасибо, не надо». Но задайтесь вопросом «а знал ли он, чем вы хотите с ним поделиться?» И вы понимаете, что он не владеет информацией, это вы понимаете. А проще говоря, он вообще не знает ничего об этом. Но он вам говорит, что он все об этом знает, он об этом слышал еще три года тому назад. Но если каждый из нас, и этот человек, хоть чуть-чуть задумается, что возможно он чего-то не знает, а это так и есть, но он не хочет в этом признаваться, у него есть шанс задуматься, а вдруг я чего-то действительно не понимаю и не знаю. и у него появляется уникальный шанс, что сегодня он узнает что-то новое, что может быть очень важно во всех отношениях. И как только он об этом подумал, он оказывается в стадии «не знать», «не знаю». То есть он переходит из стадии «думаю, что знаю», в стадию «не знаю». И у нас есть два преимущества перед теми, кто все знает или думает, что знает. Первое – это узнать дополнительную информацию. Это касается, ребята, не только нашего проекта вообще, в этой жизни очень-очень многих моментов, просто жизненных моментов. И следующее. Проанализировав вот все это, вы можете или принять информацию, или отвергнуть. Но самое главное – признаться в факт, в факт, де-факто, что вы из стадии «думаю, что знаю», перешли в стадию «не знаю», и у вас появляется шанс узнать, что это такое. И вы узнаете, или эти люди узнают, правдивая информация или нет, стоит ее принимать или не стоит. И для чего я все это говорю только с одной целью, чтобы не тратить зря время. Это вы не будете тратить, мы не будем тратить зря свое время, свое и, собственно говоря, того человека, с которым вы общаетесь. И для любого потенциального инвестора, потенциального в любой сфере, и в нашей, и не в нашей, важно определить акции, компаний, в которых заложен самый большой потенциал роста. Может быть, не только акции, а само по себе, сама по себе компания. То есть заложен ли в ней потенциал огромного роста. А вопрос, как выбирать акции, помните, да? Такой у нас был небольшой тоже тренинг. Одним из самых хороших способов, я вам напомню, это искать акции на улице. Хорошие примеры. Макдональдс, Сбербанк, Детский мир и так далее, и так далее. Эти компании выросли в десятки раз, в сотни раз, а некоторые в тысячи раз после выхода на рынок. Я подчеркиваю, после выхода на публичное размещение на IPO. А суть заключается в том, что когда рабочий, или уборщик, или менеджер, кто угодно, посетил тот же Макдональдс, ему это наверняка показалось отличной идеей и заведением. И второе, что можно было подумать, а как дела у этой компании? Как дела с акциями? Конечно, это примеры уже реализовали себя. Они уже взяли свой рынок, но каждый год на рынке появляется огромное количество новых предложений, новых компаний, с новыми продуктами, услугами. Если вам кажется, что это отличные продукты или услуги, которые будут востребованы раньше, и этого раньше не было, или которые, по вашему мнению, имеют огромный потенциал роста, то хотя бы стоит этим поинтересоваться. Не думать, что вы все знаете, а хотя бы стоит поинтересоваться. И сейчас самое время сказать, что результаты роста акций зависят от размера компании. Я сразу, дорогие друзья, уточню вам. Группа компании Skyway претендует, я бы сказал так, претендует на самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. Я подчеркиваю, самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, о чем сказал в своем обращении Анатолий Городович Юницкий, мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что создал Сефинсон, Форт и Боинг, это гигантская, просто гигантская отрасль. И вся она нам принадлежать не будет. Но как минимум 50%, за ближайшие 5-10, максимум 15 лет, мы возьмем 50% рынка, этого гигантского рынка. К примеру, никто не покупает акции компании Coca-Cola в расчете на рост, допустим, условно говоря, в 2-3 хотя бы раза в год. Это огромная компания, просто гигантская компания. Она очень надежна, она стабильна. Но чтобы получить рост даже в 2 раза, ей потребуется произвести какой-то, я не знаю, новый переворот во всем, создать какой-то революционный новый продукт. И с математической точки зрения у таких компаний нет шанса удвоиться в ближайшие годы. Например, General Electric. Она настолько компания, огромная энергетическая компания в Соединенных Штатах Америки, что на нее приходится более 1% внутреннего валового продукта США. А теперь сравним с молодыми компаниями. Это может быть что угодно. Это может быть какой-то технологический новый стартап. Или новая сеть ресторанов. И чтобы удвоить цену акций, капитализацию, достаточно просто заключить пару новых контрактов или открыть новый филиал. Расширив точки сбыта. И можно уже получить удвоение. А теперь задумайтесь. В ближайшие десятилетия, в прогнозах это может быть на 50-100 лет, группа компаний Skyway будет свою капитализацию увеличивать с каждым новым построенным километром. Десяткам, сотни тысяч, миллионами километров. С каждым освоением новых месторождений, полезных ископаемых с помощью нашей технологии. С каждым освоением новых портовых зон. О чем вы слышали, почему Анатолий Дуальевич готовится к поездке в Арабские Эмираты или в Бразилию и так далее, и так далее. То есть рынок просто безгранично огромный. А вот аналитики с Уолл-стрит зачастую вам не будут советовать и не обратят внимание. Я там посмотрел аналитику или что-то еще на компании, которые, как говорят, еще не на слуху. Мы уже на слуху, но не настолько, поэтому далеко, еще в сто раз не на слуху. Но с каждым месяцем, с каждым, я бы сказал, как же с каждой неделей наша компания все больше и больше на слуху. Это и средства информации, это массовая информация, это телевидение, это радио, это интервью, это участие в выставках. Нас все больше и больше начинают о нас узнавать. А вот когда они обратят внимание на наши акции, в этот момент мы уже вырастим, наши акции вырастут в сотни раз, а может даже в тысячи раз. И это нормально. Акции компаний, которые производят или продают продукт или услугу, которая постоянно покупается, это компании-кандидаты, которые стоит покупать. Это компании-кандидаты в гигантский рост. Это могут быть что угодно, лекарства, напитки, еда, бритвенное лезвие, транспорт, инфраструктура вокруг этого транспорта, транспорт, который позволит начать освоение гигантского количества ценных полезных скопаемых, которые еще не добываются. По одной простой причине их нечем вывозить. Только мы можем помочь этому. Еще раз повторю, это гигантская отрасль, образующая компания. Стоит на это обратить внимание сегодня или нет, никто не исключает венчурность проекта, дорогие друзья. Но уже вопрос о технической или инженерной несостоятельности, он уже отсутствует. посмотрите последние новости, посмотрите мнение ведущих специалистов. Они уже признали, за последние 10 лет, они признали, что 10 лет, 7, 5 лет тому назад они еще говорили, что это не реализуется. Анатолий Владимирович Ницкий со своей командой показал вот вживую, что это все работает. Они говорили, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Вот в принципе так. Анатолий Дорогич Ницкий и вся команда разработчиков доказали это де-факто, то есть от фактов не отвертеться. Так вот, акции каких компаний не стоит покупать или относиться к ним с осторожностью в плане заработка на росте. Рекомендация избегать компаний, которые уже добились международного признания. Это, кстати, я имею в виду не только это, но и те-те криптовалюты, которые уже вышли на IPO, на ICO, которые вышли на рынок, которые торгуются на биржах. Ребята, тренды, говорят, номер один это криптовалюта. Ребята, это уже не тренды. Тренды будут то, что мы создаем собственную, ну, может быть, не криптовалюту, а собственную, это наши будут токены, которые мы будем продвигать. И они будут иметь тенденцию к гигантскому росту. Почему? Потому что это будет подкреплено огромным, самым крупным бизнесом, реальным бизнесом. И хотим мы этого или нет, но у всех у нас без лукавого. Основная задача, вообще основная задача инвесторов, является приумножение капитала. Вот вчерашний, то есть позавчерашний вебинар Виктора Тарасова, потрясающий вебинар, я там рассылки даже, ребята, делал, начиная с 42-й минуты, как раз Виктор Тарасов и Виталий Сирок говорят по поводу криптотехнологий. И просто я рекомендую, послушайте, послушайте, мнение консерватора в хорошем смысле слова, консервативное мнение суперпрофессионалов. И буквально где-то в течение этого месяца, нет, не этого месяца, следующего месяца пройдет потрясающий вебинар, где Виктор Тарасов полностью разложит все плюсы, минусы и, как говорится, все то, что имеет криптотехнологиям, технологиям блокчейн и как они в конечном счете могут быть внедрены и они уже внедряются, что подтвердил и Виктор Игорьевич Бабурин. Работа ведется просто колоссальная, работа ведется с, скажем так, как Виктор Тарасов говорит консервативно, что мы не будем претендовать, что у нас будет самое-самое крутое, но мы используем все те знания, которые есть и мы сделаем нечто оригинальное, свое, что в конечном счете, как Сибиряков, Сергей Анатольевич уже говорит, что темпы роста нашей, нашей криптовалют, наших токеров, может превысить все мыслимые и немыслимые ожидания. так вот, основная задача инвестора является приумножение капитала, а чтобы этого добиться, имеет смысл вложиться и рассматривать так называемые венчурные активы. У нас венчурный актив, но венчурность в инженерном, технологическом отношении уже отсутствует. венчурность заключается только в том, что то есть риски, проще говоря, переводя, риски заключают только в том, что мы выйдем на IPO не в конце 2018 года, а может быть в конце 2019 года, но за это время, дорогие друзья, мы возьмем столько, мы возьмем так рынок, что в дальнейшем нас уже остановить будет невозможно. Это наши рынки, это развивающиеся рынки, которые сейчас имеют тенденцию к гигантскому росту. Так вот, какие акции покупать, чьи акции покупать, это вечный вопрос инвесторов и наш тоже вопрос, который в конечном счете он окончательного ответа не имеет, но постоянный поиск делает бедного человека богатым. Постоянно новые возможности и технологии и тот, кто ищет ответы на эти вопросы, он находит новые компании, малоизвестные акции, компании с невероятными перспективами. Только такой инвестор, такой человек чаще будет находить акции, которые вырастут в 10, в 100, а может быть и в 1000 раз, а может быть даже в десятки тысяч раз. Общаясь с потенциальными инвесторами, довольно-таки крупными, вы знаете, очень часто слышу вопрос типа того, что сколько надо денег. Я думаю, что вы тоже это слышите довольно-таки часто. Какова будет доходность или предполагаемая доходность? Мы обозначаем риски. И когда я получу то, что я хочу получить, но прежде, чем начать общаться с таким человеком, я просто как бы не то, что это разговор, а я рекомендую узнать у человека критерии его отбора, куда он уже вкладывал деньги и почему и каковы результаты. То есть критерий выбора инвестиций в супернадежные, в не очень надежные, в малонадежные, какие суммы большие, маленькие, опять же, с элементами риска, соотношение риска и доходность и так далее. Просто спросите, куда вы вкладывали деньги и почему? Простой вопрос, куда вы уже вкладывали деньги и почему? Может быть Сбербанк, а может быть он какие-то акции приобрел, а может быть он участвует где-то в хайпах, это его выбор. То есть вы можете по этим вопросам оценить, что предложить человеку, а куда он не вкладывал принципиально, просто принципиально, куда он не вкладывает деньги, тоже уточните, куда нет и почему, а куда принципиально нет. И наша с вами цель дать шанс потенциальному инвестору стать совладельцем. С какой суммой, какие пакеты он выберет, это его будет право. Мы не знаем и вы не будете спрашивать, сколько вы зарабатываете, какие суммы вы можете откладывать и так далее, и так далее. То есть выяснить примерно, какие пакеты ему будут интересны и показать доходность. Это очень просто. В самом конце в наших кабинетах, но вот в капитал в самом конце есть номинальная стоимость, стоимость сегодняшняя и то, что будет момент выход на IPO. Очень просто покажите, покажите, но отметьте венчурность проекта. И что очень важно, заранее ответить на те возражения, которые они будут. Они будут эти возражения. Хотим мы или нет, помните, как вытащить тараканов из головы человека, убрать все эти барьеры и будет замечательно, когда вы ответите на вопрос. А вопрос у него будет. Это числе первых. Почему я должен тебе верить или вам верить, компании? Почему я должен верить? Покажите отзывы, телеканалы, средства массовой информации, заключение экспертов. Покажите в конечном счете договор инвестиционного займа, конвертируемого инвестиционного займа. Это действует поверьте мне отлично. В кабинете у нас это есть по-моему пятый или шестой пункт. Договор конвертируемого займа. То есть ответить на вопрос почему я должен вам верить. Вот есть отзывы, они все дураки, они все придурки, премьер-министр, министр транспорта, вот они ничего не понимают, мнение экспертов, заключение профессоров, докторов наук и так далее. Покажите. Это ответ на вопрос, почему я должен вам верить. Второй вопрос неважный. А на какой стадии мы находимся? Ой, это все будет через 150 лет. То есть показать на какой стадии, на какой фазе развития мы находимся. Это земля, это начало строительства, это установка опоры, это подвижной состав, всемирные выставки, ходовые испытания и полномасштабная сертификация. Очень просто. Я даже скидал вам подборки вот этих материалов. Земля, начало строительства, установка опоры, Леша суходова, потрясающий состав, мелкосерийное производство началось, наши собственные производственные площади, собственное оборудование, все свое. И мы с вами являемся совладельцами всего этого. Мы это создаем. И самое главное это полномасштабная сертификация. Ну и вопрос. А куда с вашего позволения пойдет рынок в ближайшее время? Куда пойдут деньги? Куда пойдет вливание денег? Ответ очень прост. Деньги пойдут туда, где они будут решать глобальнейшие проблемы вашей лично и всего человечества, всей цивилизации. Это экология, это безопасность, это комфортное передвижение и так далее, и так далее. И самое главное, это не просто какое-то будущее, это ближайшее извините меня, два, максимум три года, тогда, когда уже вопросов никаких не будет возникать. Все. То есть мы пришли не то, что к финишу, дальнейшее развитие будет невероятное. Это и адресные проекты, это и криптотехнологии, это еще то, о чем мы даже не догадываемся. Это франшизы, не только на местах, но и глобальные. Дорогие друзья, и в самом конце я хочу напомнить вам простую вещь. Если каждый из нас, просто помните, да, на прошлом вебинаре я показывал, на сегодняшний день цена одной акции в среднем это 0,01 доллара. 1 сотая доллара. Слышите, да? Номинальная стоимость 1 доллар выход на IPO увеличение в 100 раз. Назовите мне что-то более, не то, что надежное, а более такое стабильное, перспективнейшее, глобальнейшее, что есть на рынке. Если вы мне скажете мессенджеры, если вы мне скажете новые медицинские технологии, они, ну, скажем так, на 10 порядков стоят ниже по капитализации, нежели наша глобальнейшая технология. Наш потрясающий проект. Делайте вы локсане. И наша задача поддерживать, приобретать акции на любые, даже самые небольшие суммы, но каждый месяц. Это наша глобальная не то, что я где-то вложил 4 года тому назад, 3,5 года тому назад, я же свое дал, все, я жду. Но не ждем, ребята. Это призыв. По 25 долларов ежемесячно 10 миллионов человек, это 25 миллионов долларов. Мы это можем сделать, и мы это делаем. Те рекорды по инвестициям, которые поставлены в этом месяце, они уже поставлены, впереди еще почти неделя, в следующий месяц они еще будут больше. Итак, дорогие друзья, всем благодарю за то, что сегодня были на вечернем вебинаре. с вами был Григорий Мирошенченко, группа компании Skyway, и буквально через 4-5 дней мы ждем результаты, и я вас призываю к тому, чтобы... Алексей Суходоев пишет, что очень плохой, вот сейчас просто в скайпе пишет, очень плохой интернет на Бали, я его сегодня приглашал на вебинар, но очень скоро, он послезавтра уже будет в России, и буквально на днях, завтра он скорее всего не успеет, а на днях вы уже услышите и Алексея Суходоева. Итак, дорогие друзья, до встречи на следующем вебинаре, он будет, собственно, завтра будет Сергей Анатольевич Сибиряков, я думаю, что Леша тоже выйдет, все равно найдет интернет хороший на Бали, и в пятницу мы с вами снова встречаемся. Плюс к этому, сегодня же сразу после меня это будет потрясающе, это важнейший вебинар будет Инеты Аджаны. Просьба, дорогие друзья, буквально через 20 минут все заходим в комнату, смотрите у себя в личном кабинете, эта информация очень важная, сегодня будет очень важная информация, технические моменты, оперативные моменты от Инеты Аджаны. Поэтому через 20 минут вам попить чай, кофе, принять лежачее или сидячее положение и приходите на следующий вебинар. И просто, ребята, заметьте, что каждый день у нас проходит масса вебинаров, и каждый из нас не может присутствовать на всех вебинарах, но убирайте те, которые вам важны, которые играют такую, знаете, ключевую роль в формировании в формировании. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!